Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам большое за то, что вы нашли возможность прийти в этот воскресный день и посетить мероприятие, посвященное музыкально-песенной традиции у Святкого района Псковской области. И презентация книги «Летала голубка по саду песни, рапеты моей бабушкой Широковой Анны Артемьевной». Мне хотелось бы выразить огромную благодарность тем, кто помог в создании этой книги. Докучаеву Игорю Анатольевичу, журналист, главного редактора журнала «Русский век», руководитель проекта «Пресса-Порте». Молчанову Татьяне Станиславовне, кандидату искусствоведения, доценту кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Крещенко Наталья Геннадьевна, заведующая отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки. И Ждану Дмитрию Алексеевичу, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Николая Андреевича Ивского-Курсакова. Спасибо большое. Вы знаете, сегодня особенный день, сегодня день рождения моей бабушки. И я очень счастлива, что вы пришли на это мероприятие. Потому что я так, она любила, чтобы было много гостей, чтобы пелись песни, чтобы звучал смех, чтобы были дети. Я приняла как огромный подарок судьбы понять, что рядом со мной находится особенный человек. Ведь как важно успеть разглядеть в любимом человеке то богатство, которое находится внутри него. Ведь можно пройти в него и не заметить, что рядом с тобой такой уникальный человек. И вот я рада, что моя бабушка, прожив с ней, конечно, прожив с ней, я не осознавала, что она является носительницей традиций Усвятского района. Хотя знала, что она родилась в деревне Перелазово, Усвятского района Псковской области, откуда родом известная певица Ольга Сергеева. И лишь тогда, когда стала писать дипломную работу в Университете культуры, я стала осознавать, что ведь бабушка, она тоже жительница Усвятского района. И стала спрашивать, бабушка, а вот ты-то знаешь песни? Она говорит, да я ничего не помню, но вы знаете, насколько уникальна память человека. По крупицам мы стали собирать эти песни. Она стала напевать песню, но я поняла, что мне ее не запомнить. И тогда она говорит, а я тебе спою другую песню. Но об этом немного позже я вернусь к истории написания книги. Мне хотелось бы сказать, что бабушка была очень добрая. У нее было большое сердце, она оказывала поддержку мне всю жизнь. Она очень любила детей. И когда, то есть, ну, любила больше правнуков. Наверное, только правнуки дают возможность ощутить всю любовь к жизни. Потому что когда у меня была свадьба, она сказала, я не доеду из Великих Лук. Но когда родилась первая правнучка, она окрыленная, прилетела в Великие Луки. Вот. И с радостью встречала ее. И вот, Михаил, включите, пожалуйста, видео, а я немножечко расскажу. Вообще, получается, бабушка из Уссоярского района, а потом она переехала в Великие Луки. Ты не перестала? Ага. Вот. И когда она приехала, она была так счастлива покатать в коляске свою первую правнучку. У нее сразу появилось здоровье. Вы знаете, она всегда так с радостью ждала нашего приезда в Великие Луки. Она отводила на календаре дату, когда мы приедем, и ждала. Потому что детский смех, он продлевает жизнь. Как же мы собирали песни? Я уже сказала, что когда она стала вспоминать песни, ей казалось, что она ничего не вспомнит. Но вот потом, при каждой нашей встрече, она вспоминала все больше и больше песен. А сейчас мне хотелось бы пригласить для исполнения песни вокальную студию «Карамелька» и исполнить песню, посвященную моей бабушке. Вы знаете, все слова, которые звучат в этой песне, мне хотелось бы посвятить ей. Девочки, потихонечку выходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И снова дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 У любой моей бабули Для всех нас душа Бабушка, спой мне Как ревеную Сядь, как вам рядом Я тебя люблю Ты добра, как ангел И должна ты знать Буду я второю Тебя мамой дать Спасибо, пожалуйста Итак, когда мы стали записывать с песней Бабушка напела песню Красная девица Я поняла, что мне тяжело ее сразу запомнить Понадобится диктофон Я купила диктофон И мне бы сейчас хотелось, чтобы вы послушали Как звучит эта песня в исполнении моей бабушки Бабушка сейчас испортная песня Бабушка, пристаньте, пожалуйста Я, Шурокова Анна Алексеевна Родилась в зеленом Переладе И связка Реона Ей так необычно было Зай Как ты вам сейчас песню вспомнишь? Я сейчас вспомню вам песню «Зеленый сад» Красная девица Красавица Посадила зеленый сад Посадила зеленый сад Сама замуж задумала Сама замуж задумала А сказала зеленый сад Своему родному батюшке Своему родному батюшке Государни матушки Государь мой батюшка Государня матушка Государня матушка Сохраняйте зеленый сад Если дастся моё житьё Поливайте зеленый сад Поливайте зеленый сад То водой, то пасокой А не в даст моё житьё Я сама свой сад полью Я и сама свой сад полью Горячой своей слезой Далее бабушка говорит Ну раз тебе сложно запомнить эту песню А тогда я тебе спою другую Ты её точно споёшь И вы знаете, я её правда запомнила Мы даже с ней несколько раз Даже вспомнили за праздничным столом С семейным кругом Мне хотелось бы спеть её сегодня для вас Летала голубка по саду Летала голубка по саду По саду, по саду По саду, по саду А за ней голубчик по следу А за ней голубчик по следу По следу, по следу По следу, по следу Что ж тебе голубчик до меня Что ж тебе голубчик до меня Есть тебе голубчик лучше меня Сколько ж я по саду не лета Сколько ждем по саду, не летал, Не летал, не летал, не летал. Лучшие голубки не видал, Лучшие голубки не видал, Не летал, не летал, не летал, Гуляют по саду, по саду, по саду, по саду. Отдай мне, ванюшка, по саду, По с ладу, по с ладу, по с ладу, по с ладу. Что ж тебе, ванюшка, до меня, Что ж тебе, ванюшка, до меня, Есть тебе девки лучше меня, Есть тебе девки лучше меня, Лучше меня, лучше меня, Лучше меня, лучше меня. Сколько ж я по саду не гулял, Не гулял, не гулял, не гулял, Не гулял, не гулял, Лучше я нютки не встречал, Лучше я нютки не встречал, Не встречал, не встречал, Не встречал, не встречал. Аплодисменты. 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 Звучит музыка. 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 Нила вспомнит Егорьевскую песню, как раз из-за пиртуаровой «Лефитасильды», «Как пришел к нам Егорий, обмочившийся». Это услянский район. Как пришел к нам Егорий, обмочившийся, ой-ля-ля-ля-ля, обмочившийся, обмочившийся, обратишься, ой-ля-ля-ля-ля, обмочившийся, ой-ля-ля-ля-ля-ля, где ты был, пробывал, ой-ля-ля-ля-ля-ля, где ты был, пробывал, где я был, пробывал, я и там и не гулял, ой-ля-ля-ля-ля-ля, я и там и не гулял, я и там и не гулял, скот на поле выгонял, ой-ля-ля-ля-ля-ля, скот на поле выгонял, На зелёную траву, на ключевую воду. Я слепей то рукой коровушек поглаживал, Ковшек поглаживал, я коровушек поглаживал, Чтоб коровки были гладеньки. О, и лёй, 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 чтоб коровки были гладеньки, чтоб коровки были гладеньки, и телятки были цветеньки. О, и лёй, 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 и телятки были цветеньки, чтоб коровки пазырки были, и телятушки пабрыки были. О, и лёй, 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 и телятушки пабрыки были. Спасибо вам большое. И научная библиотека вручает благодарность за письмо подвергому ансамблю «Града» за участие в этом мероприятии. И, конечно же, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Мы не все, а на коляду гадали, выходили на улицу, брали в руки бревна. Если бревна, значит, возьмешь 2, но там 6 или 8, значит, выйдешь замуж. И еще ходили под окна, слушали. Если там скажут в доме, что уходи, значит, выйдешь замуж. Если там слышались слова, что ксядь, значит, будешь сидеть в этом году, не выйдешь замуж. Ну, вот. Также у коляду перед крещением тоже можно гадать. Ну вот, и мне сегодня очень приятно, что пришел к нам в гости фольклорный ансамбль «Калитар». Руководитель Наталья Голубева. Руководитель Наталья Голубева. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 В том плане, что если она ставит перед собой цель, она ее обязательно добивалась. Даже в те времена, когда было трудно получить образование, она поставила цель и получила образование медицинское, закончив курсы медицинских работников. Но так как было без опыта трудно прийти на работу, то она всю жизнь отработала на мебельной фабрике. И, конечно же, получала очень много медалей и благодарностей. Хотелось бы еще сказать, что вот как она была предана своей работе, так же она предана была своей семье. Вместе с дедушкой они прожили 60 лет вместе. И, конечно, жилка 12 – большой пример для всех поколений. Мой старший сын, мой папа, прожили с мамой 39 лет. И сегодня день свадьбы у младшего сына, 35 лет они. От нехотеленности и прожили. Другая степень свадьбы – это вот такое значимое событие в жизни каждого человека. И вот главное – встретить своего близкого, родного. И мне хотелось бы сегодня представить еще один коллектив. Фольклорный ансамбль «Жарница». Они исполнили песню «Березничек», которая очень известная. В Уссиарском районе и вообще на Всковщине. И так случилось, что первая песня фольклорная, которую я вообще узнала, это тоже была «Березничек листоватый». Поступив в колледж культуры, мне мой преподаватель по вокалу, Кагази Живавер Васильевна, которой огромное большое спасибо приоткрыло мне вот этот мир народной культуры, как раз разучила со мной «Березничек листоватый». А сегодня исполнит ансамбль «Жарница». Встречайте, пожалуйста. Поздравляющая фольклорная, «Березничек листоватый» Поздравляющая фольклорная, «Березничек листоватый» ПЕСНЯ 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 Еще один фольклорный коллектив, очень известный и за пределами города Пскова и области. Большие мои друзья, ансамбль фольклорный «Плескава» лауреатами, нуждонародных всероссийских конкурсов «Плескава». Встречайте, пожалуйста. Песня «Плескава» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Быть тебе, я права, любая любовь. А равного я люблю. Спасибо за приглашение, поздравляйте. Эта презентация просто великолепна. Это все благодарю вам. Спасибо, мои дорогие ансамбль, которые вы пришли сегодня. Спасибо, аплодисменты вам. Вы знаете, бабушка пела всегда. Вот сколько я себя помню, в наши праздники песни звучали всегда со столом. И, видимо, это настолько пропитало меня, что, наверное, по другому пути не могло, что я поступила в колледж культуры на кафедру руссконародное песенное искусство. А затем закончила университет культуры. Потому что вот русская песня, она вот в душе. И, несмотря на то, что у меня есть вокальная студия «Карамелька», которая исполняет эстрадные песни, детские, современные песни, я всегда стараюсь познакомить их и с руссконародной песней. Потому что руссконародная песня — это вот наша душа. И сейчас для вас поет вокальная студия «Карамелька». АПЛОДИСМЕНТЫ «Карамелька» «Народная песня! Сухару! Говорят, ты куда мы здесь ездим? Да чё, что-то, что девака! Мне кто путь и путь и путь и путь и путь на путь на путь на путь на путь на путь на путь! Да ты чё, он пахнет, что надо там нажимать! Чё? Аааа! Ааа! Девушки отдыхают. 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 Рассказать о ней Я хожу, не смею В бою дать слова Милый мой хороший Догадайся сам Милый мой хороший Догадайся сам Ой, цветет долина В поле у ручья Парья молодого Парья полюбила я Парья полюбила На свою беду Не могу открыться Злов я не найду Не могу открыться Злов я не найду И еще на ветеринах Виновата меня Виновата меня Виновата ли я Виновата ли я Виновата ли я, что люблю Виновата ли я, что мой голос дрожал Когда пела я песню ему Виноватали я, что мой голос кражал, когда пела я песню ему Целовал-миловал, целовал-миловал, говорит, что я буду его А я верила все и как рога свела, потому что любила его А я верила все и как рога свела, потому что любила его Ой, ты мама моя, ой, ты мама моя, отпусти ты меня погулять Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят И давай! И на водах сама, и на водах во всем еще хочешь тебя обрадать Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Так зачем же, зачем в эту лунную ночь позволяла себя целовать? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда белая песня ему Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда белая песня ему Виновата ли я, что мой голос discoursит Виновата ли я, что «Сневекомыш» ИJC Но, конечно же, современный мир иногда требует в свои какие-то музыкальные особые ритмы. И мне хотелось бы представить сегодня фольклорный дуэт Елены Федина и Татьяны Клименко, которые всей душой делятся фольклорной традицией, песенным искусством, но в современной обработке. Татьяна и Елена. Фольклорный дуэт Клименко. Песня Березничек, Хрестоват, все это звучало. Ну что, много песен не бывает. Песня Березничек, Хрестоват, все это звучало. 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 Гриша опустит меня. ПЕСНЯ 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 наши песни, наши корни. И вы знаете, правда говорила, человек жив, когда жива о нем память. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо всем. Я еще раз хочу напомнить, что мероприятие организовано Псковской областной универсальной научной библиотекой, в частности, отделом литературы по культуре и искусству. Все вы, кто поет, танцует, рисует, фотографирует, все наши дорогие гости, все таланты, гости к нам. Мы вас ждем. Ну, а дружба с такими замечательными людьми, как Наталья Широкова, с коллективами подверными, городскими, украшает нашу тихую библиотечную книжную обыденность. Все прекрасно сегодня получилось. Я очень рада, что мы это задумали. И всегда приходите на наши мероприятия. Уважаемые друзья, мне очень приятно, что моя дочь продолжает традиции моей матери. Я хочу сказать, что в нашей семье всегда присутствовала музыка. Меня мать, когда дала музыкальную школу, я два года проучился на специальности баян. ну и так сейчас иногда так по брандикам сам для себя играю. А моя дочь продолжает такие замечательные традиции. И моя мать, я как с детства помню, она участвовала в смотре художественной самодеятельности. И меня вот тоже приобщила к такому искусству. Спасибо всем. Я очень благодарен своей дочери, что память о моей матери жива. Жива. И песни это подтверждение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.